Он наткнулся на видео с выступлением моего любимого политолога Андроника Меграняна на заседании так называемого Лазаревского клуба, который является таким форумом по названию, по задачам, которые должны выстраивать российско-армянские отношения. Андроник Мавсесович разоткровенчивался на заседании этого форума и высказал нечто, что не укладывается просто в голове, но наглость и откровенность этого персонажа, который является одним из конструкторов российского империализма, который привел к трагедии и русского, и украинского народов, который абсолютно цинично просто оправдывает трагедию грузинского народа, оправдывал оккупацию и изгнание огромного количества людей из оккупированных территорий Карабаха, Зангелана, Да, и на самом деле судьба армян его тоже не особенно волнует, потому что судьба армян является только строительным камушком для таких персонажей, как мигранян или покровительствующие ему миллиардеры армянской диаспоры. Ну, собственно, что говорить? Вот послушайте просто сами этот невероятный пассаж, как говорится. Это кусок грузинской железной дороги. Грузия уже столько лет наказывает ни Абхазию, ни Россию, наказывает Армению. Так вот, если есть, и если у этих людей в Ереване есть хорошее отношение с Западом и с Америкой, так надавите на Грузию, на этих тварей, чтобы они открыли железную дорогу, потому что это чудовищно наказывается Армению ни за что, ни про что. Дайте на Грузию, на этих тварей, говорит Андроник Массесович про грузин и про грузинский народ, чтобы они открыли железную дорогу. Это долгое выступление, которое посвящено разному геополитическому бреду. Я целиком давать не буду, вы можете найти его в интернете. Андроник Игранян там рассуждает про коридор Север-Юг, про Зангизурский коридор, про то, что зачем России, мол, Туран. Да, вот России прямо необходима совершенно мощная, могучая армянская диаспора, которая опирается на Париж, на Лос-Анджелес, на Вашингтон и на Москву, которые, собственно, апеллирует сейчас Андроник Игранян, который сидел в Нью-Йорке с 2008 по 2015 год, получая по заверениям президента Путина, тогда премьера, значит, еще в 2008 году государственное финансирование на выстраивание, очевидно, российско-американских отношений, а на самом деле на поднятие собственного статуса в американской армянской диаспоре, которая имеет своих прочных лоббистов в Сенате, в Конгрессе. Вот Андроник Максимович открыто обращается к армянам Запада, Франции, США с тем, чтобы они давили на этих тварей, на грузин, как он имеется в виду, чтобы открыть любой ценой дорогу через Грузию в Армению, а дальше в Иран, чтобы, значит, он мигранян, и ему подобные продолжали оставаться вершителями геополитической стратегии российского государства. У меня возникает просто вопрос, а кто чей союзник? Всегда вот есть такая формула, армяне-союзники России на Кавказе. Слушайте, в России русский народ вымирает, русских сел и деревень нету. Армянские буржуазии процветают в центре Москвы. Рестораны, какие-то топовые фитнес-центры, шикарнейшие отели вокруг Кремля, огромные форумы. Это выдается за что? За отношения с государством, в котором население меньше одного миллиона человек? Это ресурс? Нет, судя по выступлениям мигранян, ресурс как раз это Россия. А глобальный субъект это глобальная армянская диаспора, которая как раз полагает, что Россия это такой вот инструмент в их руках, который позволяет им играть в эти глобальные игры. На мой взгляд, их даже волнует не судьба армян, живущих в армении. Они готовы их принести в жертву, как я уже неоднократно говорил, организовав новую войну, доведя ситуацию до трагедии, этнических чисток и так далее. Сами-то они будут вот так вот собираться и рассуждать в безопасность. Значит, запомнили, грузины-твари, Россия инструмент для достижения глобальной армянской диаспоры своих целей. Мигранян, оскорбляя грузин, просто унижая их и ставя на самом деле под удар грузинских армян, которые издревле живут и в Тбилиси, и в других регионах Грузии. Напомню, что ближайшим другом Сталина был Камо Тарпетросян и отец его, Камо был один из крупнейших купцов армянских, горийских, подрядчиком военного округа закавказского, российского. А сын был радикальным революционером. То есть грузинские армяне являются органической частью грузинского общества на протяжении столетий, если не больше. И вот такие персонажи, как Мигранян, сейчас просто называя грузин тварями и говоря, что вот, мол, давите на них, призывая, значит, Лондон, Париж, Нью-Йорк давить на грузин, на тварей, как говорит Мигранян, на самом деле стравливает, развязывает этническую гражданскую войну внутри Грузии. Потому что, конечно, грузины разумны, они не пойдут своим соседям армянам в Тбилиси предъявлять за словами Миграняна, который сам родом неизвестно откуда из какой-то армянской глубинки, понимаете, там, с Советской Республики Армения вылез. Как известно, грузинские армяне к таким, как Миграняна, относятся свысока немножко, как бы так, через губу. Но так или иначе вопрос, а почему, да, мол, там почему, мол, грузины не открывают железную дорогу. А батальон Баграмяна, который во время Абхазской войны 92-го года сыграл ключевую роль в поражении грузинской армии во время переговоров, начав наступление, фактически заблокировав Эдуарда Шаварнадзе в Сухуми. И что потом поражение грузин привело к этническим чисткам на территории Абхазии. И поэтому, как говорится, объяснений до сих пор грузинский народ за события 92-го года так и не получил. А у нас есть очень стойкие подозрения, что такие люди, как Константин Затулин, Андроник Мигранян, которые всегда как бы как шерочек с машерочкой ходили бок о бок, тогда продвигали очень интересную концепцию. Карабах оккупирован, значит, армянами, там военная победа. Южная Осетия, значит, создается некий анклав, то есть от Карабаха до Южной Осетии, Долиногорье не так уж далеко, от Армении до Южной Осетии не так уж далеко. А там уже пробивается коридор в Абхазии. И вот вам выстраивается великая, значит, якобы пророссийская, проимперская закавказская Армения на территории Азербайджана, Грузии в первую очередь, с этническими чистками, с изгнанием грузин, с изгнанием азербайджанцев, но с выходом к Черному морю, к Сухуми. Эта мечта провалилась, на мой взгляд, абсолютно людоедская, чеконенавистническая мечта, которая ссорила и стравливала православный русский народ с православным грузинским народом ради интересов вот таких вот мигранянов, которые позволяют себе публично, будучи ведущими Первого канала, называть огромный народ грузинский, древний, православный, тварями. Вопрос к руководству Первого канала, на котором я работал. Нет, я все понимаю, что как бы нужны деньги, что армянское лобби как бы приходит теперь и пытается всячески помогать и поддерживать. С 14-го года в каждом ток-шоу Первого канала стали появляться по одному, по два никому неизвестных тогда еще армянских экспертах, которые говорили от имени русских, русского народа, рассуждали об отношениях русских и украинцев и так далее. Мы русские не националисты, мы не относимся с презрением и с каким-то шовинизмом к другим народам, нам это навязывают. Но те израильские структуры, которые всегда взаимодействовали с Первым каналом, по крайней мере были умные и остаются умными. Я понимаю, что сейчас они выставляют армянский шовинизм на первое место, чтобы все немножко как бы забыли про израильское лобби в России, чтобы вот такие вот миграняны, оскорбляя народы и стравливая народы, на мой взгляд, мигранян, еще раз говорю, несет прямую ответственность за те трагические события, которые происходят в Украине. В 14-м году он написал в «Известиях» у Арама Габриэлянова такую статью, смысл которой был следующим, что Гитлер, мол, был во всем прав, кроме антисемитизма. Когда он захватывал Польшу, Чехословакию, проводил аншлюз Австрии, он объединял, мол, немецкую нацию, такой нацизм. И вот если бы не антисемитизм, то вообще к нему никаких бы вопросов не было. Я тогда ответил миграняну в 14-м году, это было, по-моему, в мае, статьей «Игры в Гитлера» на сайте «Эхо Москвы», где я написал, что игры в Гитлера и заигрывание с образом Гитлера добро ни для кого не кончается. Как мы видим, мигранян не остановился, он продолжает делить народы на народы высшей расы и на тварей, которыми можно поступать как угодно. Я не знаю, как это реагирует на эти заявления миграняна грузинская общественность, Грузия. Я, как русский человек, как человек, который хочет, чтобы моя страна была домом для всех добрых людей, для армян и для азербайджанцев, и для грузин, для евреев, и для русских, и для украинцев, чтобы каждый человек, который хотел исповедовать свою веру или свою национальную идентичность, принимать для себя, как, собственно, я, находил в России комфортное этому притворение и комфортную возможность. Но, конечно, с такими мигранянами во главе российской внешней политики и ее стратегии мы далеко не уедем. До свидания, друзья. Это был Максим Шевченко, просто не мог промолчать. Ну, в конце давайте еще раз послушаем, как говорится, нашего дорогого Андроника Мавсесовича. Мавсесовича. Ну, что, грузинской железной дороги. Значит, да. Грузия уже столько лет наказывает не Абхазию, не Россию, наказывает Армению. За что это интересно, да? За таких вот мигранянов. Есть хорошее отношение с Западом и с Америкой, так давите на Грузию, на этих тварей, чтобы они открыли железную дорогу. Потому что это чудовищное наказывается Армению ни за что не прошло. То есть, откровенный просто призыв к глобальной армянской диаспоре, который, еще раз подчеркну, воспринимает Россию как просто инструмент, инструментишка даже для реализации своих целей конкуренции с глобальным, очевидно, еврейским лобби. Я не знаю, с кем они там конкурируют. Ну, для своих амбиций, для своей гордыни. Ну, естественно, этот призыв миграняна, который в любой другой ситуации, любой другой человек, вот так назвав какой-либо народ, таким бранным словом, наверное, имел бы дело со Следственным комитетом. Но тут, как говорится, ничего не будет, будет все хорошо, и он и ему подобные будут процветать. Посмотрим. Божьи мельницы мельют медленно, но верно. Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс и будьте в курсе всех событий. Субтитры сделал DimaTorzok